Друзья, привет! С вами компания Сфера Кар и мы продолжаем рубрику семейных автомобилей. Сегодня мы вам покажем максимально удобный универсал, в то же время мини-вэн, горячо любимый нашими клиентами Toyota Vish. Toyota Vish появился в 2003 году, пришел на помощь такому универсалу, как Toyota Corolla Fielder и составил конкуренцию помимо Филдера еще и Voxy с Noha, но остался обычным универсалом с возможностью посадить семерых человек. Но все-таки, друзья, если вы хотите перевозить семерых, ну то есть шестерых пассажиров и водителя, эта машина все-таки не для вас, потому что на третьем ряду, мы до этого еще дойдем, реально не очень удобно сидеть. То есть для этого нужно рассматривать Voxy, Noha или микроавтобусы поменьше мини-вэна, такие как Frit или Siento. Если все-таки вам важен универсал с просторным вместительным салоном и возможностью иногда открывать два дополнительных места, выбор идеальный. Vishy в первом поколении выпускались до 2009 года, с 2009 пошло второе поколение, оно в основном изменилось также по визуалу. В 2012 году появился первый рестайлинг и последний на второе поколение. Данный автомобиль у нас с 2015 года, автомобиль выпускается до 2017 года, поэтому вот в таком виде его уже и перестали выпускать, модель прекратила свое существование в 2017 году. Данная машина нам представлена в самой простой и самой популярной технической комплектации. Мотор 2ZR, объем 1.8, 143 лошадиные силы. Передний привод. Есть варианты полноприводные, мотор получил 130 лошадей. Есть также версии с объемом 3ZR, это объем 2 литра и 152 лошадиные силы. Мотор 2ZR надежный, не ломается, никаких болячек, я имею в виду, у него нету. Такие, если вспоминать, там, да, два АЗ, первые, у которых была проблема с перегревом ГБЦ, проблема с жором масла. Нет, но мотор надежный, 2ZR на базе этого же мотора делаются гибридные установки, которые применяются в Prius, Vox, Noach. Заливайте оригинальное масло, берите машину с оригинальным пробегом, и эти моторы прослужат у вас долго. Мы встречали Виши на аукционах, вот именно в такой технической базе, ну, порядка 400 тысяч километров, по-моему, они проходили и были еще с неплохими оценками. Поэтому моторы ходки можно брать, в принципе, легко, с пробегом 150-160. Главное, чтобы вы знали, сколько пробегов вы берете. Друзья, нету, к сожалению, гибридной версии, есть полноприводная у нас трансмиссия здесь, поэтому вариатор, не планетарка, как гибриды, которые вообще очень полюбилась нашим клиентам, да и вообще пользователям всех гибридных автомобилей. Здесь простой вариатор, но не менее надежный, поэтому, я надеюсь, уже не осталось ни у кого страхов к вот этому агрегату. В рестайлинге во втором поколении произошли изменения, в основном по дизайну. Не сказал бы, что машина прям сильно изменила вид, как, к примеру, филдер, да, взять до рестайла и рестайла, вообще разные машины. Нет, здесь остались все те же черты, машина остается доброй, несмотря на вот эти линзы, появившиеся более вот такую выдающуюся форму решетки. Радиатора, машина все равно остается доброй и вот тех угловатостей, да, как в Хондах, к примеру, мне на самом деле не хватает, то есть. Но, тем не менее, это семейный универсал, о какой злости мы говорим. Машина должна выглядеть вот так. Клиренс 150 миллиметров, это 15 сантиметров для города, для каких-то пересеченных местностей, более чем достаточно. Есть возможность поднять на проставке, там до полутора сантиметров можно без там потери регулировок, развала схождения, это все сделать. В принципе, если хотите выехать на море, куда-то на природу, вам хватит. Если в лес, конечно, куда-то в болото зарываться, то я бы на такой машине не поехал. Кстати говоря, в рестайлинге появились вот такие вот беленькие диодные стопари. Выглядят реально стильно, покруче, чем обычные стандартные красные с оранжевыми поворотниками. Ну, прям стал намного зачетнее выглядеть. У Виша три основные комплектации. X, самая простая, S, которая считается более спортивной, хотя я не знаю, почему я называю себя спортивной, при том, что мы говорим о семейном минивейне. И G-комплектация, которая самая топовая. В всех комплектациях у нас идет климат-контроль, у нас различается по материалам отделки салона, то есть у нас самая хорошая комплектация, у нас здесь идет кожаный руль. Выглядит классно, стильно, удобно, а поскольку это минивейн, здесь очень много разных бардачков, подстаканники практически повсюду. То есть, если куда ни ткни, хочешь просто бардачок, хочешь подстаканничек, куча разных полочек, то есть можно складывать зонтики, бутылочки, подгузники, ну, в общем, все, что нужно для семейного автомобиля. Вот здесь вот интересная штука есть, кстати говоря, обдув для задних пассажиров. То есть здесь направлена консоль так, что вот с этого сопла воздух идет прямо в аккурат назад. Все понятно, все просто, ничего лишнего, никаких подрулевых лепестков у нас здесь ничего нет, то есть все-таки это минивейн, друзья. Вот, салон у нас светлый, кстати говоря, очень гармонирует с нашим золотым цветом вообще, в общем, по автомобилю. Белые вставки на темных дверях, на темных картах. Мне нравится, мне нравится, очень, кстати говоря, удобные подлокотники. Многие у нас клиенты просят автомобиль, чтобы обязательно был с подлокотником. Вот, друзья, в VISHE есть подлокотники, сидеть реально удобно. На водительском месте, на пассажирском точно так же. Удобно можно сюда положить телефон, здесь прорезиненный коврик, ничего не будет у вас ерзать, болтаться. Вот прям ничего лишнего, но все, что нужно, под рукой. В чем особенность этого автомобиля? Что лично мне понравилось? Хоп. Надо немножко разобраться с этими рычажками. Стол. Стол, друзья. Наверное, это все-таки для пассажиров третьего ряда, до него мы еще дойдем. Он раздвигается, он, кстати, тоже отсюда. Вот, но, тем не менее, да, даже вот так вот просто вы остановились здесь на природе, поставили чаек здесь с термосочком, бутербродики, сели, аккуратненько поели, очень удобная штука. Тем временем, что у нас творится в багажнике? Когда третий ряд раздвинут, ну, реально места хватает, ну, на сумку, наверное, там, на палатку, может быть, аккуратно. Но кучу вещей вы сюда не положите. Тем не менее, у нас есть вот такой рундучок под фальшполом. Запаски здесь нет, но здесь у нас, кстати говоря, ремкомплект, компрессор. Очень сильно кому-то повезло. Смотрите, Toyota, все японское. Tire Change. Это цепи на колеса, друзья. Вот вам, вот вам, пожалуйста, переднеприводный автомобиль зимой. Нет у вас полного привода, есть набор цепей. Вряд ли с машиной он продавался на заводе. То есть японец какой-то купил, при том, что вещь новая, это видно, все вместе с машиной отдал. Русские бы точно закуркулили, себя в гараж положили. Здесь у нас что, набор знак аварийной остановки. Ну, все как обычно, глонасс. Видеорегистратор, кстати говоря, достался японский. Между прочим, с флешкой все работает. Ну, в общем, японцы не поскупились. Все, что было, все отдали. Все с машиной родной остается. Мы можем сложить третий ряд, посмотреть, что получилось. Красота. Ну, в общем, друзья, я бы сказал, так себе. Но при том, что 180 у меня нету, 177 недорост. Блин, ну, максимально не круто. Ехать можно, но прям вот недалеко. Пару остановок я бы проехал. Но вот какую-то дальнюю поездку нет, только для детей. Детям будет комфортно здесь сзади. Если вы на постоянку планируете возить семерых людей, то нет, это не тот вариант. Рассматривайте Сиенту или Фрид. Или все-таки большие автобусы, где хотя бы потолок повыше и будет более-менее удобно сидеть. Здесь, ну, не вариант. Выезжаем с пересеченной местности. Сразу затестим ее на внедорожье. И, кстати, хочу сказать, что машина достаточно мягкая. Что я могу сказать? 1.8, да, чувствуется. Все 143 лошадиные силы в горку идет вообще без всяких проблем. Только на газ немножко нажимаешь, она уже прям подхватывает. Есть эко-мод. Он у нас, по-моему, автоматически включается. Можно отключить систему курсовой устойчивости, да, стабилизацию. Ну, и, в принципе, все. Никаких лишних кнопочек, которые влияют у нас на вождение, здесь нет. То есть машина не гибридная. Все проще паренной репы. Сказал бы немножко, что не хватает шумоизоляции между моторным отсеком и салоном. Потому что вот в горку, когда даешь газку, все-таки слышно. Не знаю, слышно вам будет на видео или нет. Но мотор прям реально звучит. Ну, прям льет. Не сказал бы, что это плохо. Мне лично нравится, когда машина вот издает положенный ей шум. Не кренит, поэтому, опять же, это большой плюс перед минивенами, то есть полноценными автобусами. Если вам нужно все-таки перевозить пассажиров, да, побольше, выбирайте вот эту машину. Не нужно сбавлять скорость как-то, да, то есть не нужно бояться лишних кренов, поворотить. Очень уверенно держит дорогу машина. Любите комфорт, нуждайтесь в большой машине. Берите, пожалуйста, это еще очень классная машина. Ну и самая важная для вас информация, это, конечно же, цены за второе поколение. 2011-2012 год цены стартуют от 750 тысяч рублей. Это техническая база 1.8 передний привод, 2ZR двигатель. Ну и я могу сказать, что на самом деле 2014-2015 год можно брать примерно по таким же ценам. Конкретно вот этот вариант у нас вышел 930, по-моему, тысяч рублей. Но это 15-й год G-комплектации. Посмотрите, какой шикарный золотой цвет. Если хотите полный привод, готовьтесь доплатить от 50 до 70 тысяч рублей за машину в зависимости уже от года состояния и пробега. Ну и двухлитровые варианты на самом деле мы очень редко возим, потому что, опять же, невыгодно по пошлине, по таможне. Но ценник на них я помониторил. На самом деле также около 900 тысяч рублей можно взять приличный вариант. Но на самом деле я бы задумался. То есть нужно вам 2 литра, если 1.8 примерно точно так же едет. На самом деле там большой разницы нет. По лошадиным силам там 152, здесь у нас 143 лошадиные силы. По полному приводу также, друзья, адекватно оценивайте ситуацию. Потому что если вы, к примеру, один раз застряли там где-то в снегу или заехали в какое-то болото и все считаете, что мне нужен там в Владивостоке, к примеру, полный привод и готовы там до него переплачивать там от 50 до 100 тысяч рублей, то тоже я бы на самом деле задумался. То есть, тем более, если японцы дарят вот такие шикарные комплекты с цепями на передние колеса, я думаю, у вас проблем никаких не будет. Реально на этих вещах можно сэкономить, если вы не живете где-нибудь там в Якутии, не ездите в тайгу и так далее. Но тут стоит задуматься, подойдет ли вам вообще, в принципе, виш для поездки в тайгу. Вот такой интересный вам универсал минивэн мы показали, машина действительно достойна вашего внимания. Решать все-таки вам, если вам не нужны слайд-двери, которые очень удобные, я считаю, в минивэнах, в автобусах, если вам вообще не нужны машины с высокими потолками, если вы не планируете возить семерых или восьмерых человек каждый день, отличный вариант. Вместительный, просторный, удобный. Из конкурентов, из машин такого же класса я бы поставил сюда ИСИС, та же самая Toyota, бюджет примерно такой же. Рассматривал бы, если вы рассматриваете машину для жены, для семьи, возить детей, возить продукты, ездить по городу, рассмотрите Honda Freed, рассмотрите Toyota Siento. Та же самая практически вместительность, но вы получаете высокий потолок и на третьем ряду реально удобно сидеть. Если вам не нужно 7 посадочных мест, обращайте внимание на филдеры, обращайте внимание на хондовские универсалы, которые сейчас набирают все большую и большую популярность. Это Шаттл, это Хонда Джейд, Субару Леворк туда же, но все-таки уже машина более приземленная, более спортивная. Не сказал бы, что прямо это семейный универсал. Решать вам, друзья, еще много интересных машин мы покажем на нашем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну и пока! Субтитры сделал DimaTorzok